Это небольшая однокомнатная хрущевка. Тут сделан ремонт несколько лет назад. Что-то делал сам, а на какие-то работы нанимал людей. Получилось функционально и удобно для жизни. И серые обои на этой стене смотрелись в целом неплохо. Но я решил, что черно-белый вариант гораздо лучше впишется в данный интерьер. Проще всего было бы заменить серые обои на покупные черно-белые. Ну, это однокомнатная квартира. И я просыпаюсь с видом на эту стену, и засыпаюсь с видом на эту стену. И хотелось видеть перед глазами что-то сделанное с душой. Что-то уникальное, а не банальную фабричную штамповку. Поэтому я и решил перекрасить стену в белый цвет и нанести какой-нибудь интересный рисунок. Проблема заключалась в том, что это обычные виниловые обои, не предназначенные для покраски. И четкого ответа на вопрос, можно их красить или нельзя в интернете, я так и не обнаружил. Поэтому решил не теоретизировать, а взять и сделать. По итогу все отлично получилось. И это видео о том, как это было. Вначале нужно было убрать все, что располагалось на этой поверхности. После того, как все было демонтировано, я перешел к следующему этапу. Черные обои, которые не планировал красить, укрыл листами бумаги, закрепив их малярной лентой. Для этой цели обычные газеты подошли бы гораздо лучше. Но у меня их банально не оказалось в наличии. На пол я постелил плотную полиэтиленовую пленку. И теперь все было готово для начала покрасочных работ. И с утра я нанес первый слой. Однако вид стены после этого мне совершенно не понравился. И где-то даже расстроен. Было впечатление, что стена испорчена. Но, как оказалось позже, это вполне нормально, что первый слой краски выглядит далеко не идеально. Лучше оценивать результат хотя бы после второго слоя. Потому что во время нанесения второго слоя стена начала преображаться. А после третьего выглядело совсем хорошо. На этом слое и нужно было бы остановиться. Но я решил нанести и четвертый слой, что на самом деле было даже лишним. По итогу у меня получился равномерный, насыщенный белый цвет. Но не обошлось и без косяков. В процессе работы малярная лента размокла и местами отклеилась. Краска немного попала на край черных обоев, которые я красить никак не планировал. Это можно исправить при помощи черного перманентного маркера. Или же подкрасить эти места черной краской. Позже мне товарищ подсказал один интересный лайфхак, с помощью которого можно было бы избежать проблем с измазанным краем черных обоев. Нужно было до начала всех работ хорошо намочить черные обои, например, с пуривилизатора. И, сделав подрез канцелярским ножом сверху, отклеить их от стены. На сантиметры, ну примерно сантиметров на 20-30. И потом уже проводить все покрасочные работы. То есть наносить белую краску, затем черную краску. И черную лучше было бы наносить с небольшим захлёстом на место предполагаемого стыка. На сантиметр какой-нибудь. И уже после всех-всех-всех работ, в конце, спокойно приклеить черные обои назад. В этом случае они абсолютно бы не пострадали от белой краски, и стык получился бы идеальным. Итак, после нанесения всех слоев, уже наутро стена выглядела белоснежной и казалась сухой. Но я на всякий случай выжидал еще сутки, и лишь затем перешел к следующему этапу. Поехали! Чё, надо что-то делать! Хватит трындеть, пора работать! Для дальнейшей работы мне понадобилась пицца. На самом деле, мне нужен был кусок картона длиной около полуметра. А так как дома ничего подходящего не нашлось, первым, что мне пришло в голову, была коробка от пиццы. Многие выбирают ее по вкусу, а я выбирал по размеру. Погуглив весь ассортимент в городе, я нашел большую 45-сантиметровую пиццу. Это как раз тот случай, когда больше означает лучше. Я хочу попробовать нарисовать 3D-рисунок на всю стену аэрозолю. То есть там с градиентом, с переходами, с извращениями всякими. И для этого мне нужен был вот этот шаблон, картонка. То, как рисунок будет выглядеть на моей стене, как его лучше позиционировать и какого размера делать сегмент узора, я предварительно прикидывал на компьютере, в простейшей программе для дизайна мебели. Варианты рисунков я подсмотрел на ютубе, но инструкции, как это делается, мне найти не удалось. Поэтому большую часть процесса пришлось выдумывать самому. Сразу нанес рисунок простым карандашом, чтобы иметь возможность исправить, если где-то облажаюсь. Далее все обвел перманентным маркером. Причем я купил 4 разных маркера, и только 2 из них мне подошли. Остальные давали или слишком тонкую, или вообще какую-то прерывистую линию. По итогу получился такой незамысловатый узор. И теперь нужно было эти маленькие квадратики закрасить краской. Размеченная стена выглядела завершенной. У меня даже были мысли все так и оставить. Неудивительно, что и подписчики, следившие за судьбой моей стены в инстаграме, предположили, что это окончательный вид. Уточню, что это не финишное покрытие, это просто очередной этап работы. По задумке должно получиться примерно как на фото. Именно для этого мне и надо напылять аэрозольную краску, чтобы создать вот эту иллюзию объема, 3D эффект. Но что-то я пока очкую. Мои переживания были небезосновательны. Идея красить из баллончика в условиях жилой квартиры весьма-весьма сомнительна. Так как аэрозольная краска очень летучая и можно перемазать все, что угодно. Это далеко не то же самое, что я наблюдал в роликах на ютубе, где люди рисуют на стене исключительно для съемок в условиях мастерской, где гипотетически можно мазать все, что захочешь. Цена ошибки при работе в реальной квартире и в мастерской совершенно разная. Но я все же решился. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Первые эмоции были исключительно положительными. Все, что теперь оставалось сделать, это исправить мелкие недочеты и собрать мебель. На все ошибки и эксперименты с 8 квадратными метрами стены у меня ушло около 4 килограммов белой краски. Сейчас уже после этого опыта с покраской, думаю, что вложился бы в 2 слоя и 2 килограмма. Что касается самого рисунка, то на него ушло примерно полтора баллончика черной аэрозольной краски и один перманентный маркер. Стоимость всего, что я приобретал для покраски, включая пиццу, составила 43 доллара. Если бы у меня дома нашелся кусок картона, например, от какой-нибудь коробки, тогда я бы потратил 36 долларов. А если бы еще и не совершал ошибок и сразу все делал как надо, тогда бы вложился в 21 доллар. Много это или мало, пусть каждый решит для себя сам. Я же просто озвучиваю фактические цифры. Уже прошло 2 недели и я могу оценить результаты, сходя из пусть небольшого, но все же какого-то опыта эксплуатации. Вышло очень круто. Я жалею, что не перекрасил стену пару лет назад. Это цветовое решение и рисунок идеально вписались в интерьер. Теперь даже сама логика рисунка, эти вертикальные и горизонтальные прямоугольники совпадают с логикой дизайна мебели, где тоже вертикальные и горизонтальные прямоугольники. Причем даже соотношение длин сторон этих прямоугольников примерно совпадает с соотношением длин сторон этих прямоугольников. В общем, мой внутренний перфекционист доволен. А ваше мнение о том, насколько удачно данный рисунок подходит под это все, я с удовольствием прочту в комментариях. И главный вывод, который я для себя сделал, это что нужно меньше сомневаться в себе, меньше гонять какие-то мысли, больше делать. Потому что я собирался перекрасить эту стену уже пару лет. И все, то одни отговорки, то другие, а оказывается надо было просто взять и сделать. Так что спасибо вам огромное, друзья, за ваше внимание. Спасибо за то, что прошли со мной, можно сказать, бок о бок этот путь. И всего вам хорошего и удачи. Попробую покрасить. Если вдруг будет какой-то косяк, они там отклеятся от того, что размокнут от краски или еще что-то. Ну блин, ну значит, эти обои демонтирую и поклею новой. В любом случае процесс будет интересный, веселый, для меня увлекательный. Да и вообще давно не делал ремонт, это очень забавная штука. Продолжение следует...